Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся с подругой в Чертовицах, недалеко от санатория имени Дзержинского. И вот мы здесь на трассе лыжной. Летом, конечно, она не работает. Вот здесь вокруг горы небольшие, трамплины. Сзади меня и с боков, с левой стороны, и с правой стороны. Ну, в общем, я вам сейчас всё покажу. Вот мы гуляем. Здесь такой воздух свежий. Очень много ёлок и других разных деревьев, берёз очень много. Приехали сюда за 40 километров от Воронежа. Мне здесь очень понравилось. Я впервые здесь нахожусь. Вот здесь по узкой тропинке. Когда друга ушла вперёд, я догоняю, потому что снимала видео. Разнотравья различные здесь. Очень много тропок. Люди отдыхают, приехали на машины. А вот дубы здесь красивые растут. И помало ложе, и постарше. Вот там сзади меня горнолыжная трасса. Не горнолыжная. Лыжная, лыжная гор. Особых у нас здесь нет. И яблони встречаются, плодовые деревья. Спуски, конечно, здесь крутые. И подъёмы тоже. Но для подъёма есть, я так поняла, вверху канатная типа дорога. Так, куда же ушла моя подруга? Не могу её увидеть. Ну, сейчас я догоню, потому что быстро иду. Очень много деревьев. Большая площадь под ними. Подруга здесь была несколько раз, а я впервые в невзведанном краю гуляю. Я очень люблю новые места. И для разнообразия их очень люблю посещать. А вон уже и моя подруга. Здесь много трав. Вот крапивы даже много. Но она уже старая. Мы рвать не будем. В нашем лесу мы рвали для баща и для укрепления волос. Продолжаю дальше идти. И вот комар пристал. Ай, улетай. Продолжаю свой путь. Напали комары. Столько их много здесь. Здесь зверобой начинает зацветать. Очень много травы всякой. Мы вообще-то хотели лобчатки нарвать. Подруга сказала, что должна здесь быть сколько-то лет назад была. Сейчас что-то не нашли. Нашли очень много цветущей земляники. Наверное, приедем сюда, когда она будет поспевать. Ещё мы собрались в другой лес, где были в прошлом году. Там малинник. Очень много малиновых кустов. Но мы приехали в то время, когда уже малины не было. Засуха была. Ну, на некоторых кустиках малина посохла уже. Вот я смотрю и в смартфон, и на дорожку, потому что слишком узкая дорожка. И иногда грязная. Наверное, здесь был дождь, и не всё совсем до конца просохло. Вот уже голоса людей послышали. Здесь мы идём по направлению к речке. Подруга сказала, что здесь недалеко речка. И они приезжали несколько раз сюда отдыхать, купаться, плавать и загорать. Возможно, мы с ней летом приедем. То же самое делать на эту речку. Мне просто интересно. Я ни разу на речке, сколько в Воронеже девятый год живу, не была, не купалась. Вот так. Здесь спуск крутой. Бегом, 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 бегом. Припрыжка. Чистотело много цветёт. С природой общаться, конечно, нужно почаще. Но нам это редко. Удаётся. Просто потому, что на пенсии чуть-чуть почаще стало. Когда молодые годы, особо некогда было. Ой, общаться. Целые кустики здесь, заросли. Очень сильные. Ай! Подожди дальше репортаж. Вот мы вышли на широкую дорогу. Какие-то здесь заборы. Там неизвестно что. И мы идём по направлению к речке. Быстрым шагом, конечно же. Транспорт какой-то ездит. У нас мопеды сзади. Гол машины. Плиты вот какие-то лежат. Так, населённый пункт. Какой-то находится. Ну, по крайней мере, домики маленькие. То ли это от базы, то ли это от населённого пункта. Это пляж. А, ну, возле пляжа. Вот шлагбаум, значит. Неизвестно пропускная система или там, или нет. Но, скорее всего, нет. Так, машина сзади пропустим. Ого, какая машина пропустая. Так. Всё, машин нет. Путь свободен. Можно идти. Повезла машина песок. Песок или что там, она повезла. Вот, идём дальше. Сейчас приблизимся к речке, и я покажу дальше. И вот мы выходим к пляжу. Летом, естественно, сюда мы приедем. А какая здесь река? Воронеж? Воронеж река здесь находится. Вот музыка звучит здесь. Отдыхают, наверное, уже люди. Вот. А мы только пришли посмотреть на эту речку. О, явно, наверное, сейчас закрылась. Очень холодно, конечно, пока ещё купался. Но кто-то лежит, вон, загорает. Вот она. Водичка здесь. И речка. Вода очень чистая. Да. Камыши вон растут. И с той стороны тоже, с того берега. Вот так. Хороший день сегодня солнечный. Вот так. Здесь мы были 28 мая. Как же мне понравилась эта речка. Ой. Воронеж река – это левый приток Дона. Длиной эта речка 342 километра. Протекает на территории не только нашей Воронежской области, но и Липецкой, и Тамбовской областей. Ой, столько рыбы здесь водится. Ну, раньше, конечно, больше рыбы ловилось. Даже из-за того, что вот утки плавают, понять можно, что здесь много рыбы. А ещё здесь много чаек мы увидели. И в Воронеже вообще-то много рек протекает. Дон, Девица, Османь, Бетюк, Хава, Ведуга или Ведуга. Точно не знаю. Но Воронеж – самая большая река. Вот из-за её названия и произошло название города. Знаменита эта река чем? Тем, что здесь Мамай стоял в 1380 году со своим войском. А ещё на этой речке, в районе именно города Воронежа и пригородов, Рамони и ещё там других, строились наши первые корабли российского флота. Берега здесь живописные. Очень мне понравилась в этом районе речка Воронеж. Очень широкая. Самое узкое в этой реке место – это 15 метров. А самая широкая – до 150 метров достигает. Такая глубина бывает до 10 метров. Вот здесь глубина постепенная, песочек. Но здесь же пляж в районе Чертовицы, посёлок такой. И вот мы туда обязательно ещё придём. Обязательно. Вот этот пляж, бесплатный он, под навесами, вот скамеечки. Ну, пока людей было очень мало, ну, потому что ещё месяц май. Но так мне здесь понравилось. Очень-очень понравилось. Напишите, пожалуйста, вам понравилось здесь, на речке Воронеж? Вот, просвечивается дно. Там, конечно, ещё не очистили ничего, и буйки ещё не стоят. А вообще, когда начинается пляжный сезон с июня, здесь всё оборудовано как положено. Я очень благодарна вам за просмотр, дорогие друзья. Ну, в конце видео, как всегда, моя загадка. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Загадка нетрудная. У него хоботок не огромный, на слона он совсем не похож. Ну, как же кусается больно. Отгонять ты его устаёшь. Кто это такой? Напишите в ваших ответах. А также поставьте, пожалуйста, лайк. И кому понравилось это видео, подпишитесь, если кто не подписан. А я говорю вам до свидания. И хочу от всей души пожелать всего самого-самого доброго, здоровья, счастья и мирного неба. И вот таких прекрасных рек в вашей жизни. До свидания.